Новая атака дронов на Москву и Подмосковье. Министерство обороны России отрапортовало, что все летающие цели над столицей Федерации сбиты, а Следственный комитет России расследует инцидент как теракт. Москвичи впервые задумались о том, где найти убежище от возможных атак. Люди жалуются в соцсетях, что больше не чувствуют себя в безопасности. Почему Кремль не способен защитить россиян в войне, которую развязал Путин, далее в нашем материале. Вот это я заснял, а? Ну, уже возле нашего дома прямо. Вышел, короче, на крышу проверить ситуацию. И они все ближе и ближе. 30 мая жителям Москвы и Подмосковья было трудно соблюдать спокойствие, поскольку они проснулись от звуков взрывов. В соцсетях появилось видео с летящими беспилотниками. Сообщения о взрывах и предположительной работе ПВО приходили из Одинцова, Барвихи, Красногорска и других пригородов Москвы. Местные жители впервые ощутили себя в опасности. Ну что суждено, то и будет. Поэтому дома не отсидишься тоже. Конечно, нужно думать о безопасности жителей, тем более это столица. Российский телеграм-канал «База» первым сообщил, что Москву атаковали 25 беспилотников. Потом журналисты сообщили о 32 дронах. В Министерстве обороны России заявили, что в атаке было задействовано всего 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. И все они якобы были сбиты силами ПВО. Мэр Москвы написал, что здания пострадали незначительно, а жертв нет. Новости об атаке беспилотников по российской столице появились после очередного массированного обстрела российской армии Киева. Это была уже третья атака за сутки. На этот раз жилые кварталы украинской столицы российская армия атаковала дронами. 29 из 31 сбила украинская ПВО. Погибла женщина. Еще 4 человека получили ранения. Этот жилой многоквартирный дом – типичная цель для российской армии в Украине. Практически каждую ночь Киевляне под обстрелами. На столицу летят крылатые баллистические ракеты и дроны. Я думаю, что это стресс. Злезть, это случайно. Я думаю, что это стресс. И злость, конечно. Я думаю, как все, когда летит – страх. Сейчас прошло время, все выжили. Ты счастлив, что ты жив. Думаешь, что будет дальше? Проснулись от того, что был взрыв. И уже за окном было видно, как падают обломки. То есть сначала было не очень понятно, что происходит. Но потом уже, как начали спускаться, то увидели, что вообще. Когда вышли, все было покрыто обломками от стен, фрагментами. Все было очень страшно. Беспилотники уже залетали в российскую столицу и раньше. В ночь на 3 мая 2023 года два беспилотника взорвались над куполом Сенатского дворца Кремля. Тогда власти заявили, что произошел теракт и попытка покушения на Владимира Путина. 30 мая Следственный комитет России тоже завел в дело о теракте. Правда, в Комитете по обороне Госдумы считают, что все это лишь информационная акция. Да и вообще, атака беспилотников произошла потому, что Россия большая. У нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны. Андрей Картополов – председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне в интервью изданию РБК. Российский политолог Аббас Галямов вспомнил о ситуации в Белгородской области. Тогда, во время рейда Русского добровольческого корпуса и Легиона «Свободная Россия», местные жители жаловались, что власти их бросили. Сегодняшний налет на Москву несколько уравнял ситуацию между столицей и Белгородом. Жителям последнего теперь будет не так обидно. Населению первой не так пофиг. Аббас Галямов – российский политолог в Телеграм. Власть не способна защитить мирных граждан от войны, которую начал Владимир Путин, уверена политический аналитик Ольга Курносова. Оказывается, когда ты начинаешь войну, когда ты нападаешь на соседа, война может прийти и в твой дом. Я не знаю, видимо, Кремль рассчитывал, что этого не произойдет никогда, но что говорит, что называется, от автора сериала «Киев за три дня». Очень многие, те, кто понимают, что происходит, тоже очень так трепетно отнеслись к рейду «Легионы свободы России» и РДК в Белгородскую область. Потому что это показывает не только абсолютную проницаемость границы, но и то, что все правоохранители понеслись, сверкая пятками оттуда. И по большому счету в ситуации, когда режим начнет шататься, никто этот режим защищать не будет. Российские пропагандисты сообщили, что в московской полиции после ударов беспилотниками объявили план «Тайфун», когда личный состав привлекается к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Интересно, что именно так «Тайфун» назвал Вермахт стратегическую наступальную операцию на Москву в 1941 году.